Криптографии, TINI Encryption Algoritem, блочный алгоритм шифрования типа сеть Фейстеля. Алгоритм был разработан на факультете компьютерных наук Кембриджского университета Дэвидом Уиллером и Роджером Нитхэмом и впервые представлен в 1994 год на симпозиуме по быстрым алгоритмам шифрования в Льювене. Шифр не патентован, широко используется в ряде криптографических приложений и широком спектре аппаратного обеспечения благодаря крайне низким требованиям к памяти и простоте реализации. Алгоритм имеет как программную реализацию на разных языках программирования, так и аппаратную реализацию на интегральных схемах типа FPGA. Свойство алгоритм шифрования TINI основан на битовых операциях с 64-битным блоком имеет 128-битный ключ шифрования. Стандартное количество раундов сети Фейстеля равно 64, однако, для достижения наилучшей производительности или шифрования, число циклов можно варьировать от 8 до 64. Сеть Фейстеля несимметрична из-за использования в качестве операции наложения-сложения по модулю 232. Достоинствами шифра являются его простота в реализации, небольшой размер кода и довольно высокая скорость выполнения, а также возможность оптимизации выполнения на стандартных 32-битных процессорах, так как в качестве основных операций используются операции исключающего или побитого воздвига и сложения по модулю 232, поскольку алгоритм не использует таблиц подстановки и раундовая функция довольно проста. Алгоритму требуется не менее 16 циклов для достижения эффективной диффузии, хотя полная диффузия достигается уже за 6 циклов. Алгоритм имеет отличную устойчивость к линейному криптоанализу и довольно хорошую к дифференциальному криптоанализу. Главным недостатком этого алгоритма шифрования является его уязвимость к атакам на связанных ключах. Из-за простого расписания ключей каждый ключ имеет три эквивалентных ключа. Это означает, что эффективная длина ключа составляет всего 126 бит, поэтому данный алгоритм не следует использовать в качестве хэш-функции. Реализация Реализация на языке программирования си-функции шифрования и расшифрования с использованием алгоритма ТИЭЙ. Комментарий В. Исходный текст состоящий из двух частей по 32 бита К. Ключ состоящий из 4-х 32-битных частей. Изменения по сравнению с оригинальным кодом. Используется тип винт 32 нижний подчеркивание Т. Вследствие того, что он всегда имеет размер 32 бита в отличие от лонг, который может содержать 64 бита. Исходный код не использует SIP-консти. В исходном коде упущены избыточные скобки в выражениях для V0 и V1. В данной модификации они оставлены для большей наглядности. Криптоанализ Предполагается, что данный алгоритм обеспечивает защищенность, сравнимую с алгоритмом шифрования IDA. Так как он использует ту же идею использования операций из ортогональных алгебраических групп, этот подход отлично защищает от методов линейного криптоанализа атаки на связанных ключах. Алгоритм наиболее уязвим к атакам на связанных ключах из-за простого расписания ключей. Существует как минимум три известные атаки данного типа. Они были представлены в работе Джона Келси, Брюса Шнера и Дэвида Вагнера в 1997 году. Наиболее простые из них дают дифференциальную характеристику с вероятностью 2-32 после 32 циклов алгоритма. Поэтому требуется не менее 234 выбранных открытых текстов для нахождения дифференциальной характеристики с вероятностью одного и определения всех бит. Ключа. Более сложная в реализации атака, сочетающая в себе идеи атаки на связанных ключах или бехамы и дифференциальной атаки дает дифференциальную характеристику с вероятностью 2-11. Требует всего 223 выбранных открытых текстов и время порядка 232 времен шифрования. Дифференциальный криптоанализ. Было обнаружено, что TA довольно устойчив к дифференциальному криптоанализу. Атака на 10 раундов TA требует 252. 5 выбранных открытых текстов и имеет временную сложность 284. Лучший результат. Криптоанализ 17 раундов TA. Данная атака требует всего 1920 выбранных открытых текстов, однако имеет временную сложность 2123-37 эквивалентные ключи. Еще одна проблема алгоритма TA – наличие эквивалентных ключей. Было показано, что каждый ключ имеет три ему эквивалентных. Это означает, что эффективная длина ключа имеет всего 126 бит вместо 128 задуманных разработчиками. Поэтому TA нежелательно использовать в качестве хэш-функций, что было отражено в книге Эндрю Хуанга «Hacking the Xbox» «Unintroduction to Reverse Engineering» на примере взлома игровой приставки Microsoft Xbox. Таблица эквивалентных ключей. Расширение алгоритма. Выявление ряда серьезных уязвимостей и слабых мест в исходном алгоритме TA привело к скорому созданию его расширений. Основными отличиями всех этих алгоритмов является усовершенствованное расписание ключей, динамическая зависимость ключа от текста, а также другой размер ключа входного блока или количество раундов сети Фистеля. XTA. XTA имеет размер блока равный 64 битам. Размер ключа – 128 битам. Количество раундов сети Фистеля равно 64. Алгоритм был разработан Дэвидом Уилером и Роджером Нитхэмом и опубликован в 1997 году. Главное отличие от исходного алгоритма TA – наличие алгоритма расписания ключей, что позволило устранить критическую уязвимость к атакам на связанных ключах, но привело к ухудшению стойкости к дифференциальному криптоанализу. Существует три модификации этого алгоритма, разработанные Томом Денисом – XTA-1, XTA-2 и XTA-3. XTA. В 1998 году было опубликовано следующее расширение алгоритма, получившее название «XXTA». Размер ключа – 128 бит. Отличительной особенностью является возможность шифрования любых блоков, длина которых кратна 64 битам. Количество раундов равно 52 плюс 6 астериск или 52 плюс 12 астериск М при длине блока 64 астериск М бит. Практическая эффективность опубликованной анонимно дифференциальной атаки не доказана. RTA. Существует также альтернативная модификация алгоритма TA, получившая наименование RTA, разработанное в 2007 году. RTA. Размер блока – 64 бита. Для 128-битного ключа число раундов сети Festile равно 48. Для 256-битного – 64. По заявлениям разработчиков этот алгоритм производительнее и более устойчив к криптоанализу, чем XTA. Однако и на этот алгоритм уже существует атака на связанных ключах. RTA. С использованием механизмов генетического программирования в 2006 году команда разработчиков во главе с Хулио Кастро был создан алгоритм RTA, призванный устранить уязвимости шифра TA. Он практически в точности повторяет структуру алгоритма TA, за исключением того, что у алгоритма RADIN есть расширенный алгоритм расписания ключей. Стандартное число раундов сети Festile равно 32. RADIN использует ключевое расписание, близкое к ГПСЧ, трансформирует ключи и генерирует подключи для каждого раунда. Шифр успешно проходит тексты DeHard, Sexton и NT, сравняя различных версий расширения алгоритма TA. Здесь приведена сравнительная таблица основных характеристик алгоритмов семейства TA. В то же время авторы алгоритма TA на своей официальной странице обращают внимание на то, что в реальных условиях практического использования алгоритм TA все еще остается довольно надежным и все найденные уязвимости, как правило, не являются критичными, к примеру, при передаче данных в реальном времени.